Мы находимся в преддверии месяца Рамадан, месяц Аллах сделал его особенным, месяц, который имеет множество достоинств по сравнению с другими месяцами, месяц, который наполнен благими деяниями, месяц, который является очищением души и тела. Аллах, Субханаху Ата'аля, предписал пост месяц Рамадан. Об этом говорит Аллах, Субханаху Ата'аля, в Коране, Аллах говорит о тех, которые уверовали. Предписан вам пост, так же, как он был предписан тем, которые были до вас. Аллах, Субханаху Ата'аля, предписал пост месяц Рамадан нам, мусульманам, а так же он предписал его тем, которые жили до нас, предыдущие народы. И поэтому пост месяц Рамадан является величайшим символом ислама. Он является одним из столпов ислама. Ислам держится на пяти столпах. Это шагада. Свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И что Мухаммад, Салаллаху Алейхи Ва Салям, его раб и его послание. Это намаз, это пост месяц Рамадан, это выплата заката и это хадж. И поэтому мы находимся в преддверии величайшего символа ислама. Это пост месяц Рамадан. Каждый мусульманин должен его встретить подобно тому, как он встречает самого жданного гостя, либо близкого родственника. Потому что месяц Рамадан – это шанс. Шанс для каждого измениться, очистить свою душу и тело. Аллах, Субханаху Ата'аля, предписал пост, который начинается с появлением рассвета и заканчивается заходом солнца. Мусульманину следует во время поста воздержаться от воды, от питья, от близости с супругой и всего того, что может испортить его пост. Мусульманину следует поститься на протяжении целого месяца. И это очищение для него. Мудрость поста заключается в том, что Аллах, Субханаху Ата'аля, дает каждому возможность в первую очередь очиститься духовно, а затем очиститься физически. И для того, чтобы общество было на одном сознании, в одном понимании и в понимании друг друга, Аллах, Субханаху Ата'аля, всех уравнивает. Богатый, который каждый день сыт, он понимает бедняка, который голодает. Это побуждает его расходовать на пути Аллаха и заботиться о том бедняке. Пост, как в хадисе сообщает Му'ад ибн Джаббал, он во времена пророчества и во время неспослания Кур'ана он прошел три этапа предписания поста. Когда посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям переселился в Медину, то он постился три дня каждого месяца. И день Ашура. Пока Аллах, Субханаху Ата'аля, не спасал ему этот аят, где Аллах говорит о тех, которые уверовали, предписан вам пост. С этого момента посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям начал поститься месяц Рамадан. Но Аллах в продолжении говорит айямам ма'дудат то есть, спаститесь определенное количество дней. Аллах, Субханаху Ата'аля, Субханаху Ата'аля говорит а если вы больны или находитесь в пути, то можете возместить эти дни в другие дни, то есть, не поститься. А тот же, который находит трудным пост, то пусть он за каждый день кормит бедного. Аллах говорит Но Аллах говорит а тот, кто пожелает поститься, то это лучше, то это благо. Но если вы будете поститься, то это лучше для вас. Второй этап поста он заключался в следующем. Аллах, Субханаху Ата'аля, дозволил больному и путнику не поститься, но возместить пост в другие дни. И пост в месяц Рамадан возвращался к желанию человека, то есть, к выбору. Он может один день поститься, если желает. Если не желает, тогда он за этот день должен был накормить одного бедника. И их пост заключался в следующем. Аллах, Субханаху Ата'аля, затем не посылает аят, в котором говорит не спасла, это аят, в котором говорит, месяц Рамадан, это месяц, в который Аллах не спасал Кур'ан. Кур'ан, который несет в себе смысл различия и явного откровения и руководства. Аллах говорит, тот, кто увидит из вас, среди вас, луну, то пусть спастится. А если человек находится в пути, либо же он болен, то пусть возместит пост другим. Последний аят аннулировал предыдущий аят в своем законоположении. И с этого момента пост стал обязательным для всех. За исключением человека, который уже достиг большого возраста из-за своей слабости, он не в состоянии поститься. Исключением является путник и больной. Но они обязаны возместить пост в другие дни. И третий этап, который был во время посланика Аллаха, салаллаху айсаляму, их пост заключался в следующем. Они постились и могли разговляться и употреблять пищу и вступать в близость со своей супругой до тех, пока они не уснут. Если они поэфтарили и уснули, то они не имели права проснувшись есть. Они должны были, то есть их сухур начинался с момента, как они проснулись. Один был работником. Он работал на поле. Однажды он придя домой уставшим уснул и проснулся уже, когда наступило утро. Он проснувшись вновь пошел на работу, потому что ему кушать было уже нельзя. и посланник Аллаха увидел его очень сильно уставшим и спросил его, что с тобой, и он рассказал ему свой случай. Посланник Аллаха встречает Умара Абдин Хаттаба который сказал, о посланник Аллаха, я уснув проснулся и совокупился со своей супругой. То есть человеку сложно было поститься с такими нормами. Тогда Аллах послал аят и Аллах говорит Аллах Аллах субханах говорит ешьте и пейте до тех пор пока не наступит не отличите белую нить от черной нити на рассвете. И поэтому второй этап вернее третий этап который переходил пост это это то что Аллах облегчил для верующих и сделал пост с рассвета до заката и на протяжении и на протяжении всей ночи верующий может и есть и пить и приближаться к своей супруге. Аллах субханаху ата'ала говорит говоря о посте Аллах говорит возможно вы будете богобоязненны. Весь смысл поста заключается в том чтобы верующий очистил свою душу чтобы он очистил свой иман чтобы он увеличил свой увеличил свой иман и чтобы он стал ближе к Аллаху субханаху ата'ала своими благими деяниями ведь пост является одним из величайших и благих деяний. Я прошу Аллаха субханаху ата'ала сделать нас из постершихся месяц рамадан. Просите у Аллаха прощения этим прощающим милосердным. Алхамду лиллахи раббил аламин ассалату ассаламу аля ашраф и анбия и альмурсалин набина мухаммаду аля алихи и всевышний Аллах в священном хадисе говорит все благие деяния сынов Адама то есть человека оценивается от одного до семиста наград кроме поста Аллах говорит он оставил еду питье и свою страсть ради меня Аллах говорит я вознагражу его пост является щитом верующего и упостящегося две радости одна когда он разговляется когда делает ифтар и принимает пищу вторая же когда он встретит своего господа и поэтому каждому верующему следует подготовиться к месяцу рамадан каким же образом в первую очередь человеку следует возместить долги поста если они у него остались и поэтому когда Аллах говорит а тот кто из вас болен либо находится в пути то пусть постится в другие дни то есть возместит месяц пропущенные дни поста месяца рамадан его срок является до наступления следующего рамадана человек может возместя возмещать как пожелает последовательно либо же в любые дни которые ему удобно если же верующий без причины не возмещает упущенный долг поста то на него ложится обязанность возместить долг и еще за пропущенный день накормить одного бедника и поэтому те которые пропустили пост месяц рамадан прошлый по какой-либо причине болезни либо же находились в пути то еще осталось какое-то время для того чтобы возместить эти дни также верующему следует понимать что подготовка к месяцу рамадан как делали это праведные предшественники это выплата заката для того чтобы и бедные и богатые одинаково начали пост чтобы у бедного была возможность что поесть на сухур и что поесть на ифтар также подготовка к рамадану не начинается с поста и как в хадисе посланника Аллаха салаллаху алейхи сказал ля тукаддиму сияма рамадан без сиями яумин ау яумин не не начинайте или не опережайте пост месяц рамадан постом одного либо двух дней как некоторые люди говорят для того чтобы разогреться то есть для того чтобы привыкнуть к посту этого делать нельзя дозволяется поститься перед рамаданом только тем которые у которых есть долг либо те которые постились большую часть месяца шавуаль но даже если они постились месяц шавуаль то лучше всего перед месяцем рамадан сделать перерыв также следует понимать что верующий прежде чем начать поститься он должен вспомнить ахкамы поста месяца рамадан то есть он должен вспомнить правила и условия поста месяца рамадан потому что человек за год многое что забывает если особенно он лечится или болен ему следует знать что нарушает пост и что не нарушает пост также следует отметить что пост месяц рамадан является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки достигших совершеннолетия для них является уадибом для них является фарбом поститься месяц рамадан исключением являются те люди которые достигли глубокой старости то эти люди за каждый пропущенный день кормят одного бедняка либо больной человек болезнь которого неизлечима она хроническая и по причине своего здоровья он не способен поститься тогда этот человек не постится но за каждый день он кормит одного бедника а что же касается путника человек который находится в пути либо же заболевший человек или человек который болен его болезнь кратковременно то ему дозволяется не поститься но обязательно ему следует возместить пост также многие женщины в пост во время беременности либо же кормления грудью воздерживаются от поста здесь следует уточнить следующее пост во время беременности он дозволен и он не является запретным а более того если здоровье женщины позволяет поститься то он для нее обязателен но если же она боится и это видно из анализов и рекомендаций надежных врачей что пост может плохо повлиять на ее самочувствие и на развитие плодат тогда в этом случае она оставляет пост также кормящая грудью если женщина находит в себе силы поститься и кормит ребенка тогда она это делает если у нее пропадает молоко из-за поста и она боится за своего ребенка тогда в этом случае она имеет право не поститься что же касается их восполнение постов если женщина оставляет пост боясь за свою жизнь тогда ей следует всего лишь восполнить пропущенные дни постом если женщина кормящая грудью либо же беременная оставляет пост из-за боязни за жизнь младенца который лакает грудь либо же находится в утробе матери тогда в этом случае ей следует и отпоститься и накормить одного бедняка за пропущенный день следует понимать что те люди которые не постятся месяц рамадан они делятся на две категории человек который знает что пост месяц рамадан является обязательным и он намеренно его не поститься то для этого человека нету восполнение он зарабатывает свой грех и для него нету кого нет восполнения если же человек начал пост и нарушил его намеренно например поел попил намеренно означает не позабывчивости а прервал пост намеренно тогда в этом случае человеку следует восполнить этот день и делать табу если он всего лишь поел и попил но если он намеренно совокупился и приблизился к своей супруге то кафара здесь очень суровая либо же он должен восполнить этот день а также освободить раба в наше время этого нет тогда он должен поститься два месяца подряд не прерывая его а если прервет тогда начинаются новые два месяца если он не в состоянии поститься тогда он должен накормить 60 бедняков аллах говорит тилька худуду лахи фаля тадуга это законы и рамки аллах который установил не приступайте их говорит аллах если же постящийся по забывчивости поел либо попил тогда ему следует продолжить пост как об этом сообщил посланник аллах он сказал тебя накормил и напоил аллах и поэтому если человек по забывчивости прервал поел или попил тогда ему следует продолжить пост читайте ахкамы поста готовьтесь к рамадану он близок это шанс каждого который никогда не постился и желает в этом году и в этот рамадан попробовать пост это шанс для того кто болел и излечился опять начать пост вместе с рамадан и быть вместе с постящимися помните что барака рамадана она остается на весь год который человек проживает после рамадана и старайтесь встретить этот рамадан будучи с полной уверенностью и надеждой на милость Аллаха субханаху атаку ведь пророк Мухаммад в хадисе сказал тот кто постился месяц рамадан с верой в его обязательность и с надеждой на его награду то есть от Аллаха субханаху ему простятся его предыдущие грехи я прошу Аллаха субханаху атаку простить наши грехи явные и тайные просить у Аллаха прощения прощающие милосердные 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 и и субханаху субханаху